Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Черный виноград Черный бутон И черная гуава Почему все черное? Я это понять не могу Наверное, скорее всего, потому что я потерял Ту брошюрочку И в ней было явное объяснение Почему это все именно черное Да Но брошюрочки у меня нет Я, скорее всего, думаю Что это типа какая-то крепкая линейка Возможно, черная и так далее А может это такой маркетинговый ход Компании В последнее время по факту Думаю, многие со мной согласятся Если ты сейчас со мной будешь согласен Так что пиши в комментариях Что ты думаешь по этому поводу И ставь лайк Я не доверяю последнее время Табакам, которые вот в таком Ебаном тетропакетике Почему я не доверяю? Потому что если эта компания Какая-то крупная Она себе явно может позволить Сделать брендированные коробочки Брендированные пачки Баночки какие-то и так далее Но, когда я вижу этот тетропакет У меня сразу складываются впечатления Такие нехорошие Про этот табак Потому что производители табака Гонятся за заработком больше Экономят на упаковке Используют эти тетропакетики Которые по 3,45 рубля Или по 12 рублей вроде за штуку И не могут нормально себе позволить Сделать такую хуеную баночку Я думаю Именно кисметовская баночка Она была бы пиздата С этим логотипом Как бы и с этим текстом Ну ладно Не суть Возможно это лишь их первый вариант Возможно это Как мы скажем Пробная партия для России Чтоб люди прикурились Не прикурились И так далее Но у меня все равно Есть подозрения в том Что немецкий ли этот табак Или нет Давайте Разберем Что у нас есть По вкусам Я это сейчас все пронюхаю И мы выберем Три каких-то вкуса Которые мы забьем И покурим Вкусов у меня было больше Я скурил такие вкусы Как фисташки И черный лес Я их выкурил Эти я уже почти Наполовину выкурил И дошел тот момент Когда я уже Способен записать обзор И выложить какое-то мнение Об этом табаке Так вот Черный виноград Кто курил От Альфакера Альфакер Делюкс был Или Альфакер Голд Или Альфакер Арена Альфакер Арена Такие треугольные баночки У него был вкус Черного винограда И это прям Сто процентный Этот вкус Он прям Пахнет просто Обалденно Именно виноградом И как положено Скорее всего Мы его покурим Сейчас я забью Это все в чашечку Идем дальше Черный лимон Либо Как табак Это немецкий У них там идет Вот это ЛГБТ движение Они там ее поддерживают И возможно То есть Не говорю что негры Пидоры Просто То что нет расизма И как во всех Сейчас современных фильмах Какую-то Второстепенную Либо главную роль Должны отдавать Черному человеку Чтобы Их не считали Расистами Поэтому может с табаком Черные обижаются Почему нет черного табака Все его курят Мы тоже курим Нам нужно Чтобы было черное Ну ладно Не соль А лимон Ну лимон Здесь более не лимонный Ну на вкус Я не знаю Как он Ой На запах Я не буду Как он будет На вкус Как он будет куриться Скорее всего Мы его тоже забьем Ну лимон Очень слабый А кстати Да Внутри этого пакетика Вот такой пакетик С вот таким вот табаком Как бы Но Да Даже лимон С пакетика Не очень прям Мне нравится Как он пахнет Но попробуем его Раскурить тоже И посмотрим Как это будет все пахнуть Черная гуава Я ее только что курил Мне сказали Что это самый топовый вкус У кисмета Я его покурил И как-то мне она Двояко зашла С одной стороны Это прикольно А во второй стороне Я не могу понять А почему именно Для гуавы Они выбрали Именно этот код Ароматизатора Можно было выбрать Гуаву Которая Более реалистична По запаху Вкусу То есть Ежний код Ароматизатора Но Видать Наверное им лучше Знать Как еще к чему И черный бутон А И мы покурим гуаву Еще раз Потому что мне очень понравилось Кстати тоже И черный бутон Это вкус розы Ребят Вкус не как у альфахера розы Не как у нахлой розы Это реально Вкус лепестков розы То есть Если кто-то Когда-нибудь Замачивал розы В воде Либо прям так Принюхивался к ним То он почувствует Этот аромат Это аромат Реально Настоящей Розы И почему этот запах Я могу сказать Что настоящий Потому что Мы нет-нет Делаем ванну из роз Как бы да Там в горячей воде Их отстаиваем Чтобы они давали свой сок И точно такой же запах Идет Именно с ванны Но он очень неприятный По курению Потому что Это непривычный запах Это 100% натуральный запах роз И он не вполне нормально заходит Он больше отдает духами Поэтому Мы больше привыкли К искусственному вкусу роз Нам он больше нравится Розы прикольные Сейчас также Я расскажу Покажу Что касается табачного листа То он такой Знаете Немного необычный И у меня вызвал Какое-то маленькое подозрение Это скорее всего Какой-то бленд Ну потому что Он очень сильно отличается Я вам сейчас Собственно это покажу Здесь прям видно В том что есть Именно темно-темные листы И попадаются Прям ярко-ярко Желтые Я бы сказал Возможно Что это смесь Двух разных Вирджин Да Там о Вирджини Там Берли И так далее Вот здесь ориентал Увы На глаз я это отличить Пока не могу Пока не умею А вымочка у него Не сильная Но Как бы ну По крайней мере В сиропе Он как в фумаре Не Не плавает Ой Его легко распушить Это не каша Мне довольно-таки Интересно Все К рукам В принципе не липнет И кстати Их сильно не красит А на вкус На вкус сладкий Не горький Обычно бывают Ароматизаторы Что они очень горькие И собственно Как-то так Ну ладно Давайте так же Вернемся Дальше К обзору Этого табака И продолжим Во скором времени Уже раскуривать Я скажу Свой окончательный Вердикт Так Мы посмотрели Как у нас Выглядит Табак Кесмет Что это за лис Что к чему Также Что хочу сказать Про этот табак Я думаю Этого табака Будущее есть И своих Как бы Ценителей Он найдет Потому что Ароматика у него Очень специфичная И она временами Нравится Иногда не нравится И мы сейчас Все это будем Раскуривать Так что пока Не переключайся Я пошел Ставить угли И забивать чашечки Так Мы прогреваем Наши три чашечки Они одинаковые Ну почти одинаковые Одна другая Не было трех одинаковых Скурим Из трех Одинаковых Кальянов Компании Маклауд Спасибо Что предоставили Мне их Для обзоров Я очень ценю Спасибо Ребят Это круто И Кальянов Собственно Тоже крутые Медведь Вообще Просто охуенный Кому нужен медведь На сайт Маклауд Точка Так вот Забили мы Черный лемон Черную гуаву И черный виноград Это вроде бы Уже прогрелось Я примерно думаю Но Есть маленький Такой Я заметил Очень маленький Такой Существенный минус В этом табаке В том что Он любит жар Вот чтобы его раскурить Он любит жар Но Он не жаростойкий Нонсенс Блядь Что это Так вот И сегодня Даже когда я курил Черную гуаву Я понимал Что двух углей То есть На трех углях Он начал у меня гореть Я понимал Что надо один снять Я один снял А двух углей Ему прям не хватает И собственно Все курение Я вот так сидел Крутил один уголек Поставлю Уберу Поставлю Уберу Поставлю Уберу Также Ну Ароматика Прям реально На любителя Это скорее всего Немцы Любят свое Жесткое порно И всякую Такую чепуху И соответственно И вкусы у них Свои Так Давайте собственно Разгребать И потихоньку Раскуривать Также Он на старте Не очень Дымный Если он Как бы вообще Тяжело Очень Раскурить Потому что Ему нужен Жар Но как я и говорил Он его Относительно Не выдерживает Хотя любит То же самое Произошло На презентации Этого табака А в меншине Я был там А вот здесь Будет сейчас ссылочка А может и не будем И мы будем забыть Вставить Так что короче Ищите просто Один день Первый влог Ой Один день Да Первая часть влога Там есть Дегустация Сокисметов Меньшине А может там все это глянуть Так Блядь Идем Эти шламки Давайте разбираться Так Мне нужен Вот этот Первый Так Это у меня вкус Я не помню Какой именно Ну ладно Сейчас разберемся Это гуау Да Это черная гуау Вкусы Они не обладают Какой-то резкостью Они более такие мутные То есть не в плане То что ужасная ароматика Да Там ужасный вкус А вот Не хватает Какой-то части Которая очень подчеркнет Резкость вкуса Я не знаю Как это правильно объяснить Гуау Реально топчик Очень интересная ароматика Хотя Раскурился Нормально На трех углях В плане Я думаю Если не греть это Под колпаком То такого сильного жара Это не будет испытывать Очень интересный вкус Гуауа реально топовая Так что Идем дальше Так я это вот сюда брошу Следующий у нас вкус Если я не ошибаюсь Должен быть лимон Черный лимон Я просто чашечки забыл Куда что я забыл Забыл куда что положил Нет Это виноград А вот виноград По сравнению Так как он пахнет Так как он курица Очень сильно различается И не в лучшую сторону Я так скажу Не в лучшую Потому что Может только на старте Не знаю Но на старте Он показался Очень химозный Прям максимально Очень неприятный аромат И очень прям быстро Он исчез С послевкусия Да На старте Чувствуется прям кислота Хотя это черный виноград Дальше Он начинает у нас Не перегреваться А прям отдавать кислотой И это черный виноград Возможно Это вкус так по задумке Возможно Немцы любят такой виноград Как бы Вариантов может быть много Да Виноград ребят Не понравился Честно Возможно Найдутся Ценители этого вкуса Именно Ихни ароматики И давайте Собственно Покурим Наш лимон Я его не курил На самом деле И сейчас Попробую Я только не ухал его Очень яркий вкус Не химозный Прям очень-очень яркий Но В принципе Вкус прикольный Но назвать его лимоном Я к сожалению не могу Это что-то другое Но не лимон А перепутать я не мог Да Я перепутать не мог Потому что Лимонная нотка Есть такая Но это не совсем лимон На вкус мне нравится Хотя он Нихуя не лимонный Но мне он почему-то понравился Он очень такой резкий Как я и говорил Про первый вкус То есть Гуау Прям такой Сильный-сильный Да Да Вот у нее Наверное Оставлю покурить Я разберу А этот оставлю Очень прикольно Так ладно Табак Кесмет Которую мне предоставила Компания Point Art Завезли реально Возможно Интересный продукт Небольшому Кругу Кругу Какому-то узкому Которому он понравится Поэтому я сегодня Пытался как-то Привлечь Ваше внимание К этому табаку Просто попробуйте И может что-то Выделите для себя И как бы Может он вам зайдет А может не зайдет Я не знаю Но Гуава И вот Лимон Хоть он и не лимонный Да Но он очень Очень интересный вкус Он должен вам понравиться Также Дава По давошкальной У моей давошкальной По шкале давы Примерно Я этот табак оценю На 8 8,5 из 10 Несмотря на то Что у него Для меня Очень странная Ароматика Она не обычная Она не такая Которую я привык курить И возможно Из-за этого Я мог бы и поставить Все 6 Но я решил На это не обращать Внимание А обратить внимание Наверное Больше на сам аспект Сорт листа Мы видели Реально Похоже на что-то смешанное Поэтому 8,5 Такая щедрая оценочка Этому табаку Кисмет Так что это был Дава Дым Подписывайся на канал Буду очень рад тебе Скоро будет прямой эфирчик Думаю У людей будет много Так что Не прощаемся Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok